Вероника Меллана. Тринадцатая. Мара. От автора. Эта книга — осенняя кофейная история, полная любви и магии. Она покажется вам тортом, отведав который вы, вероятно, воскликнете. Но это же перец, лава и огонь. Я не могу дышать от чувств. И какие, простите, хорошие эмоции я могу получить дальше. Но дальше, благодаря сильному контрасту, раскроются в вашем сознании такие виды вкусовых оттенков, которые вы раньше не испытывали. Так будет с отношениями между главными героями. Их невероятное противостояние заставит вас подумать, тут просто не может быть никакой любви. Но она может. Я и этот чудесный роман докажем вам обратное. И да, постепенно мы отмоем ваш рот от перца до состояния чистоты, сияния и блаженства. Поскриптум. Никаких привязок в славянской мифологии. Все совпадения случайны. Спасибо чудесному корректору текста, солнечной Виктории Петражицкой. Спасибо генераторам чувств, Наталье Р. и Ольге С. за чудесную обратную связь по эмоциям. Вы были для меня обратным компасом эмоций. Ценно. И спасибо моей маме за любовь, за нее саму. Часть первая. Глава первая. Эпиграф. Любое настроение может исправить хороший кофе и свежая булка. Если этого не происходит, править надо судьбу. В кофейню заходят за хорошим настроением. За передышкой. Минуткой отдыха. Запахом расслабления. Вкусом удовольствия. Работая баристой, постепенно теряешь это чувство. Отвлекает жужжание кофемолки, мытье питчеров, обжигающий пальцы парк капучинатора. И все же моменты замедления ловим и мы. Аромат корицы, мягкая ткань дивана, греющая ладонь стаканчик. К десяти из печи на кухне достали круассаны. И запах в этот момент обволакивал всех и каждого восхитительный. Кьяра умела втягивать его ноздрями, пропускать через себя и настолько ощутимо наливаться восторгом, что он бил через край. Посетители ощущали его, а не шли на этот свет греться. Но Кьяры здесь нет уже два месяца. За стойкой только я и новенькая по имени Элина. Девушка в высшей степени тихая и неприметная. В зале пусто, несмотря на первый снег за окном. В одиннадцать женщина лет пятидесяти купила две ватрушки. Напиток заказывать не стала, расплатилась наличными. Спустя десять минут вошел парень. Толстый и печальный. Попросил большой капучино, едва уберег от падения многочисленные книги, которые держал в руках. Студент. Взбивая молоко, я зачем-то замедлилась и нырнула наизнанку бытия. Мары так умеют. Очутилась в живом сне, где каждое существо представляет собой противоположность тому, кто они есть в яви. Обратная сторона показала, что за стойкой стоит веселый и исключительно хорошо сложенный молодой человек, не жирняк и не печальный. Наизнанке он остался тем, кем хотел стать в реальности. Ему не помешали грустные убеждения о сложной жизни, непростых отношениях и неуверенность в себе. Конечно, я могла бы подмешать в капучино целительную для его разума мысль, которая способна будет повернуть его судьбу к лучшему. Но я не буду. Мары не вмешиваются в судьбы. Каждый проходит свой путь сам. Студент принял картонный стаканчик, расплатился картой. А еще через двадцать минут пожаловал исключительно наглый парень в татуировках и с проколотым ухом. Он вызвал во мне мгновенную волну отторжения. И даже злости. Злость. Такая простая и доступная эмоция. Как легко ее вызвать. Как легко ей воспользоваться. Но я старалась принимать мир целиком. Людей в нем тоже. Потому что я еще не определилась, тяготею к тьме или свету. И потому на моих запястьях не горели ни черные, а не белые руны. Собственно, левое запястье, где однажды, возможно, зажжется темный символ, была зататуирована парадом планет. Мне черный и покрепче, детка. Ненавижу деток. Только злиться мне нельзя. Потому что моя злость способна вылиться вовне ударной волной. Так уже случалось в прошлом. И размер разрушений прямо пропорционален силе чувства. Лучше отвлечься. Наливая кофе, я мысленно цедила фразу. Это хороший человек. Все люди хорошие. Просто некоторые выбирают себя вести как мудаки. Но это хороший человек. Обычно аффирмация срабатывала. Но в этот раз мое терпение лопнуло, тогда, когда меня без спроса коснулись. Номерок свой оставь. Я симпатичная. Наверное. С некоторых пор данный аспект бытия перестал меня волновать. И вместо того, чтобы шипеть руки прочь, я просто вложила в чужую молодую голову мысль о том, что через несколько месяцев ему, высокому и удалому, грозит воинский призыв. Армия, где его никто не будет ценить за татухи, где будут чемырить деды, где придется каждый день доказывать, что ты не сопля на палочке. Черные глаза посетителя подернулись дымкой. На него накатила слабость. И эта чужая слабость перетекла в меня восхитительной силой. Ощущением могущества. Манной. Мы, Мары, так умеем. Насылать мороки. Вкладывать в чужие головы тяжелые думы. Превращать чужое расстройство в собственное могущество. Это продлевает нам жизнь. Ложиться в копилку дополнительными минутами. И беда заключается лишь в том, что совесть моя при каждом подобном деянии не дремлет. Я не люблю чужую боль. Просто не люблю. Знаю, что многие мои старшие товарки давно и безоглядно приняли темную сторону. И уж они-то любят повеселиться над чужим горем. Но я для сотворения гадостей слишком чувствительная. Могу развлечься иногда. Могу вдохнуть этот наполняющий топливом кайф от чужого бессилия. Могу позволить себе на пару минут утонуть в нем. Но на этом все. Я не подсела на него, как многие. И до сих пор не определилась, нужна ли мне для существования вечность. Потому как в вечности должен быть смысл. Во всем должен быть смысл. И если ты его пока не нашел, не стоит мучить плохими снами тех, кто и так живет безрадостно. Мары 4, 6 и 12 со мной не согласились бы. Мара номер 11, она же Кьяра. Да. Но последняя выбрала свет. Редко кто из нас так может. Еще реже мы способны принять в себе и то, и другое. В общем, парень покинул кафе с мыслями куда более мрачными, нежели принес в этот зал. И про мой номер благополучно забыл. Я какое-то время стояла за стойкой, чувствуя, как по телу пробегают волны удовольствия. Я до сих пор не знала, как работает трансформационный канал, преобразующий одно в другое, но работал он оттого не менее исправно. Меня обволакивало могуществом, так будто я только что укололась. Да, на это легко подсесть. Элина иногда смотрела на меня настороженно, даже косо, но никогда ни о чем не спрашивала. Люди всегда пытаются нас вычислить. Одни для того, чтобы мы их излечили, другие для того, чтобы мы кого-нибудь искалечили. Бывает, некоторые ищут нас для собственных хитрых планов и манипуляций, но чаще для того, чтобы избегать в будущем, чтобы никогда не пересекаться. Элина нутром чуяла, что сближаться со мной не стоит, и я на контакте не настаивала. Всего ноль. А морозец уже начал кусать лицо и покалывать щеки. Неожиданно холодная и влажная от снега лавка, хлеб под ногами. Осень. Когда выдавался момент, я выходила на улицу. Просто посидеть, поразмышлять, подышать с тылом воздухом. Даже померзнуть, если коротко и со вкусом, тоже хорошо. С кофе, конечно же. Он на меня не влиял ни на физические аспекты, ни на психологические, но позволял насладиться вкусом. Потому каждый раз я выбирала разный. Сегодня с тропическим кокосовым оттенком, столь несоответствующим серому окружению города, все еще одетого в золотые оттенки неопавших листьев. Нас находят у обычных родителей. Мы у них рождаемся. И сразу изымают. Потому что человеческая женщина не способна воспитать мару. Уже в возрасте двух, чада, не контролирующая себя, будет способна навредить или уничтожить дом. Таков наш дар. Или проклятие. Родители перестают помнить о нашем существовании сразу же. Удивительно, но так каждый раз случается. Мы же, будучи другими, не помним своих человеческих матерей и отцов. Нас воспитывают старшие мары. Учат в едином доме, где мы живем до совершеннолетия. Обучают лишь основам колдовства. Потому как ему невозможно обучить. Его можно постичь интуитивно. Когда ты готов. Когда ты созрел. И потому одни мары, в зависимости от силы шестого чувства, определяются с выбором стороны сразу. Другие ходят неопределенными до старости. Я тринадцатая. На данный момент последняя из найденных. Самая молодая. Говорят, тринадцатая. Или самая сильная. Или самая слабая. Бедовая. Теперь после событий, пережитых в недавнем прошлом, я, увы, склонялась к последнему. Если бы к моему горлу приставили нож. Если бы загнали в кабинет психотерапевта и приказали поделиться своей историей. Я постаралась бы сократить ее до синопсиса. И она прозвучала бы примерно так. Я просто хотела быть как все. Влюбилась в красивую мужчину, который за мной ухаживал. Распахнула для него сердце. Не знала тогда, что мар он во мне непостижимым образом вычислил. Не знала, что он желал с моей помощью подобраться к закрятому врагу. Не знала, что для осуществления своих планов он похитит Кьяру, единственного дорогого мне человека. И тем самым нажмет на красную кнопку. И да, я должна была контролировать свою силу, когда разозлилась. Но мой бывший соврал о том, что Кьяру похитил и изувечил другой человек. Сказал, что она не первая и не последняя жертва. Я не успела даже разобраться. Сдетонировала, как бомба. Собственным черным злым отчаянием я разрушила офисное здание в центре города. И в здании погибло 18 человек.